Хочу, могу, работаю. С этим девизом вот уже 46 лет идет по жизни старшая акушерка отделения патологии беременности перинатального центра Надежда Гагаринская. В течение всего этого времени она была предана своей профессии и другой жизни для себя не представляла раньше и не представляет сейчас. Надежда Николаевна пришла в медицину не просто так. Ее мама и тетя всю жизнь проработали медицинскими сестрами. Так что вопросов, кем стать, тогда, почти полвека назад, у молодой задорной Надюши даже не возникало. Ну а на вопрос, почему именно акушерство, Надежда Николаевна отвечает так. В молодости все были очень заинтересованы принимать роды, быть в акушерстве, жить в акушерстве, детей держать. Я приняла столько детей, то есть я работала очень долго в родзале, что вот в общем-то я даже не знаю сколько, не могу их сосчитать. Я это просто вот люблю. Путь Надежды Гагаринской в медицине начался после окончания Рязанского медицинского училища. Тогда, в 1972 году, она была направлена в родильное отделение номер 3 при областной клинической больнице номер 8 на должность акушерки. Сегодня об этом времени с улыбкой вспоминает Галина Сысоева. В те времена она была заведующей третьим роддомом и Надежду Николаевну, иначе как Надюша, не называла. С самого начала молодой акушерку определили работать в родильный зал. И не ошиблись, она прекрасно находила общий язык со своими пациентками. Женщины, которые у нее рожали, они были так ей благодарны, она знала, как подойти к каждой женщине, как с ними поговорить. И потом, когда они родили, они ей говорят, мы придем еще к вам, и может быть не один раз. Надежда Гагаринская умела найти общий язык не только с пациентками, но и с коллегами. Ее любили, ее уважали, у нее учились. В третьем роддоме Надежда Николаевна прошла все посты. Из родильного зала перешла в послеродовое отделение, затем в отделение патологии беременности. Она была настолько ответственным и знающим сотрудником, что после повышения квалификации начала работать в качестве операционной сестры. Этим стенам Надежда Гагаринская отдала 11 лет. Здесь она приобрела знания и бесценный опыт, который был просто необходим открывшемуся в 83 году четвертому роддому. Сюда они перешли работать вместе с Тамарой Жабиной, которая стала заведующей отделением патологии беременности. В этом же отделении Надежда Гагаринская начала работу в качестве старшей акушерки и продолжала ее выполнять на протяжении 26 лет. Она постоянно учится всю жизнь, поэтому квалификация у нее, конечно, отлично. Очень исполнительный человек. Надежда Николаевна всегда отвечала, но отличала честность, порядочность и высокая ответственность за все виды своей работы. Она успешно осваивала специальность, и затем передавала свои знания молодым коллегам. Сегодня работая в перинатальном центре, она продолжает учиться сама и учить молодых сотрудников. И так же, как и в начале своей трудовой деятельности, она умеет найти общий язык со всеми. И с начальством, и с коллегами, и с пациентками. Вы знаете, современная жизнь, она вот какая-то, мне кажется, стала немножко жесткая. И все очень любят хорошее отношение, доброту, уважение, ну и немножко ласку. Любят все это женщины. И просто подойдешь и скажешь, милая девочка, сегодня вам вот это, вот это, вот это. И они уже это слышат, прям понимают как немножечко по-другому. Не то, что вам назначено, вам нужно. В перинатальном центре Надежда Гагаринская работает с момента его открытия. Все вокруг – руководство, именитые врачи, старший и младший медицинский персонал – в один голос заявляют. Центру несказанно повезло, что Надежда Николаевна работает именно здесь. Для меня это был очень большой подарок, потому что Надежда Николаевна – это очень опытный человек, опытная акушерка, которая уже много лет как раз занималась этой работой. И поэтому, когда она согласилась стать старшей акушеркой в отделении патологий беременных перинатального центра, для нас, конечно, это было очень важно. По словам Надежды Николаевны, никакого секрета успешной, долгой и плодотворной работы у нее нет. Просто нужно выполнять свои обязанности с любовью, ко всем относиться с уважением и постоянно учиться. Ну а главная награда – это любовь и признание коллег. Надежда Николаевна у нас незаменимая, активная, неунывающая, целеустремленная, человек, который в любую минуту придет на помощь, ответственная, отзывчивая, харизматичная, веселая, дарящая надежду, надежная, заботливая, зажигательная, спортивная, жизнерадостная, самая лучшая. Ну а нам остается пожелать удачи Надежде Гагаринской в предстоящем конкурсе. Вместе с ее коллегами мы надеемся, что она станет лучшей в номинации за верность профессии.